ОМТВЮА. Про Головне. Варшава, как утверждает замминистра иностранных дел Анджей Шейна, открыта для помощи Германии в защите Польши от русских. Мы все-таки выходцы из Татарстана, придерживаемся политики Татарстана, а Татарстан, в свою очередь, это, конечно же, Путин, Батуршев. Я от России, но Россия это я. И все-таки у нас достаточно налажено, значит, в Татарстане нет у нас сепаратизма, межконфессиональный, межнациональный, у нас все это отлажено. Вот у нас было такое подразделение ОЛГА. И вот разные версии, вы не в курсе, как вот это все получилось, такой же трагический случай? Ну, как получилось? Это вы имеете в виду под уголедаром события? В начале о ходе специальной военной операции. В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях в настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Уголедара и Артемовска. Ну, естественно, я там не был и полностью ручаться за свои слова я не могу. То есть здесь только тот, кто присутствовал на месте, или, по крайней мере, находился рядом, может ручаться за свои слова. Но мне сказали, что это выглядело примерно так. Ну, во-первых, с точки зрения необходимости наступления на Уголедар я вообще ничего не понял. Потому что брать город лобовым, очень сильно укрепленный, очень удобный с точки зрения обороны, расположенный город лобовым штурмом, практически превращенный в крепость, ну, это уже само по себе было глупость. И надо было использовать те силы, которые, ну, и с точки зрения военного искусства, надо было попытаться его сначала окружить. А войска, которые были сосредоточены, их просто погнали в лоб в надежде на то, что они возьмут город, и кто-то там получит, скорее, звездочку или орденочек, ну, как вот, Грибожин берет. Ну, на тот момент успешно. Все-таки как угодно успешно продвигался в районе Бахмута, в самом Бахмуте, а тут Министерство обороны не может взять вообще ничего. Ну, вот решили взять Уголедар. Ну, при этом не выделили для этого достаточно сил и средств. Ну, и погнали в лоб. Естественно, все то, что сейчас получает украинская армия на Запорожском фронте, все то же самое получили наши войска. То есть, минные поля, которые возобновляемые, то есть, как только сняли, они снова кассетные, запустили теми же Хаймерсами, кассетные боеприпасы, и снова засеяли это противотанковыми минами. Опять же, беспилотники корректируют артиллерийский огонь в местах сосредоточения бронетехники. Она вынуждена, скучена, потому что вокруг минные поля. Вот в один из таких моментов и попал Алга. То есть, кроме того, там имела место, как мне говорили, глупость, там построили их и провели митинг. Провели митинг со знаменами, с флагами. Бойцов призвали к мужеству. То есть, это задержало движение колонны на 15 минут. Противнику этого хватило, чтобы вызвать по этому месту массированный артиллерийский огонь. Начали разъезжаться в сторону, там мины. Вот, в общем-то, и все. То есть, фактически, подразделение оказалось разгромлено, не вступив в бой. К сожалению, так. Ну, по крайней мере, я еще подчеркиваю, это то, как мне обрисовали ситуацию люди, которые находились в это время поблизости от места сражения. Вы знаете, это просто ужасно. Ту-86 танков потеряно. Враг хочет нанести максимальный ущерб России. И 418 бронемашин различного класса. Это техника, которая имеет 50-летнюю давность. У нас намного современнее уже техника сегодня. Мы сильны. Президент спокоен, уверен. Послушайте, вот если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Патриот. Действительно. И мы побеждаем не какого-то... Это не проходной вариант. Это самая сильная армия Европы. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то? Господи, ну Украина. Подавили эти огневые точки. Вот мы рекламную паузу это обсуждали. Что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений. И я потом вам скажу об этих соображениях. Доллар все-таки токсичные валюты. Поэтому, безусловно, юань становится интереснее и интереснее. Я слышу, что вот вы попадете в зависимости от Китая. А вы не попадете? Вы уже давно попали. Только ленивый не говорит про путинскую отрешенность от действительности и существования в потемках беспробудной пропаганды. Путин превратился в живое подобие нейросети Жириновский, которому прихлебатели компонуют нарезки его старых речей ради заполнения информационного пространства забористым бредом. Мы боремся за справедливость, защиту интересов граждан, за развитие экономики и социальную справедливость. Тщительнее надо проработать. А как иначе охарактеризовать бульканье политического трупа, пригодного лишь для сеансов телевизионного гипноза и внушения? Это очень важно. Политтехнологическая команда Кремля хорошо понимает капкан, в котором сидит ее клиент. Путин тотально токсичен как вовне, так и внутри. Что касается вот этого переговорного процесса, попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полторы года. Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие к родину, крайне понимают. И западные элиты понимают. Все понимают. На международном уровне разрушительное воздействие оказывает ордер Международного уголовного суда. Все настолько плохо, что президент ЮАР Ромофоса, главенствующий в БРИКС, организовал целую миссию африканских миротворцев, чтобы можно было хоть как-то вести военного преступника на августовский саммит группы в Йоханнесбурге. Уважаемый господин президент Ромофоса, дорогие друзья. Но попытка, похоже, провалилась. И гаагский клиент остается трястись в бункерной зоне. Дети. Святое дело. Но международная повестка для самой системы цветочки, ягодки, внутрироссийский тупик, проигранное по всем статьям вторжение в Украину, катастрофически бьет по вертикали с опасным лузером на вершине. В зависимости от того, какие цели мы перед собой стоим, мы должны решать вопросы по мебализации. Но нет такой необходимости сегодня. Никакого российского патриотизма за пределами статистической погрешности не существует. А значит, толпы сметут режим, не желая подыхать. Проблема не только в ответственности, но и в мерзкой перспективе. Все понимают, если избрать Путина еще на один срок, то уже буквально весной 2024 года произойдет беспощадная могилизация всего мужского населения. Будет воевать, потому что цель не обеспечить порядок и благоденствие Донбасса. Это полная ерунда. Абсолютно. А цель удержать власть. Продление мандата может трактоваться только как курс на эскалацию войны и никак иначе. Концептуальный выбор состоит между моделью махровой диктатуры и свободным миром. Очевидно, что данная битва Кремлем проиграна. А потому российский урод прибегает к последнему пристанищу подонков. Пещерному антисемитизму глубинных россиян. Именно им сумеречный ублюдок адресует мантру прозеленского, как позор еврейского народа, ссылаясь на неких друзей евреев, не иначе, как Ротенбергов и иных своих госспонсоров. Они говорят, Зеленский не еврей. Поднимая в России антисемитскую гойду, Путин не только обнажает свое нутро, но и рушит модель многонационального государства, где гарантия того, что завтра какой-то иной народ не будет преследоваться. Совсем запутались уже. Ему виднее. Он на своем месте. Подобно Сталину последних дней, Путин обостряет еврейский вопрос, чтобы еще и полезать своим иранским друзьям. Закономерно, что украинская и мировая еврейская общественность полностью опровергает путинский фашистствующий бред, называя Зеленского храбрым политиком, который ведет справедливую борьбу за свободу Украины. А кто-то просто завистливый неудачник. Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, а сейчас это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар. Но это их зона ответственности. Это будет тогда результатом их политики, их правления. Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными. Курсула и вовсе заявила, раз Киев до сих пор не взят русскими, значит, Украина уже победила.